Ну что ж, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев и сейчас время бизнес-класса. Как всегда, в это время мы встречаемся с нашими ведущими бизнесменами, ведущими российскими бизнесменами и разговариваем о том, как этот бизнес строится, как делается бизнес в России. Это тема нашей программы. Итак, я представляю сегодняшнего гостя в студии Александр Грот, президент Ассоциации частных клиник Москвы. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Тема, которую мы сегодня вывели во главу угла, звучит следующим образом. Медицинский бизнес и частное здравоохранение в России. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, к нашему разговору. Для этого есть телефон прямого эфира 6510-996, код Москвы 495. Либо вы можете свои вопросы или свои наблюдения, свое мнение опубликовать на сайте по адресу финнам.фм. Вот таковы приготовления. Все вроде, по-моему, я успел, все я сказал. И мы, Александр, начинаем с вами беседу. Первый вопрос у меня, если позволите, я, может быть, не совсем, но я стараюсь быть корректным, тем не менее, деликатным. Я, как обыватель, рассуждаю. У меня с детства, наверное, это проблемы советского воспитания. Меня коробит, ну не с детства коробит, а когда появилось только вот это словосочетание, частное здравоохранение. В этом нет никакого, я бы так сказал, никакого парадокса, что ли. Частное здравоохранение. Ну, скажу прямо, меня это слово тоже немножко коробит. Мне больше нравится слово, я его использую, негосударственное здравоохранение. Негосударственное. Потому что частное, это же по форме собственности. А у нас форма собственности есть частное, государственное. Вот, ну, например, поликлиника РЖД, это уже негосударственное здравоохранение, это ведомственное здравоохранение. Поэтому тут надо шире смотреть. Шире, вот, замечательно. Ну, в данном случае все равно я имел в виду, когда этот вопрос он задавал, вот проблемы нет ли в том, что мы как бы... Ну, давайте так, я сейчас попытаюсь сформулировать. Забота о здоровье — это забота государства прежде всего. И, естественно, да, когда мы сталкиваемся с каким-то... Вот-вот-вот, да, об этом речь. Я вас понял. Да, мы сталкиваемся с врачами, да, мы сталкиваемся с тем... С теми людьми, которые, собственно, нам это здоровье помогают поддерживать или восстанавливать. Всегда хочется верить, что, а, этот человек достаточно квалифицированный и квалифицированный на уровне вот на таком высоком, да, то есть а за мной, как за, ну, потенциальным таким, да, могут быть какие-то проблемы, наверное, у меня вот во взаимоотношениях с медиком, да, а за мной стоит государство, оно меня, если что, защитит и не даст в обиду. Вот с этой точки зрения, если посмотреть. Ну, наверное, вы затронули так много вопросов. Извините, извините, да, да. Давайте по порядку. Начать, да, сначала. К сожалению, у нас... Негосударственным клиникам они по форме должны быть либо ООО, либо ЗАО, либо ЗАО, то есть, по сути, как тот же самый ларек, как тот же самый ювелирный магазин. Соответственно, к ним действуют все те же самые нормы с точки зрения предпринимательства. В то время как, ну, вот, изучая опыт других стран, там, Америки, Японии, там, Европы, в основном медицина, это по форме, как сказать, товарищества, объединения врачей, скорее партнерства, то есть, это некоммерческие, по сути, организации, да. У нас, когда некоммерческая организация, вот, в медицине, на нее смотрят косо. И, соответственно, ну, считается, что это неправильно. Проблема вся в том, что у нас, вот, надо немножко корректировать законы, чтобы все-таки... Ну, то есть, проблема с точки зрения законодательства, да? Да, чтобы медицинские организации, образовательные организации, да, ну, образовательная такая возможность есть, чтобы медицинские организации по форме могли работать как некоммерческие организации. Потому что, ну, говорить о прибыли в медицине, наверное, можно, но в довольно узких секторах. В основном это, ну, в моем понимании, некий социальный бизнес, некое служение, потому что часто во главе стоят врачи, которые, ну, в общем, больше оказывают помощи, нежели думают о семянутном заработке. — А в таком случае нет парадокса с другой стороны, да? Вот врач, он идет в частный бизнес, при этом, ну, изначально подразумевается, да, если я открываю частный бизнес, то я стараюсь, наверное, зарабатывать, да, ну, может быть, не прежде всего, но и в том числе. Если я такой задачи себе не ставлю, значит, я иду в какую-то государственную организацию, да, на зарплату и, собственно, занимаюсь своим делом. Нет, это не так? — Хороший вопрос. Мне кажется, тут надо посмотреть с точки зрения пациента, потому что, ну, я такой же пациент, мои родственники такие же пациенты, да, и здесь, скорее, некая вынужденная позиция, да, например... — Вынужденная врача? — Вынужденные врачи, да. Ну вот, допустим, врач по каким-то своим, не знаю, психологическим, эмоциональным критериям, открывают клинику, да, может быть, большую, может, маленькую, зависит от возможностей, задач, вот, и что он имеет? Он имеет аренду коммерческую, как для ювелирного магазина, он имеет налоги все, ну... — Ну, то есть мы с этого начали, да, он с юридической точки зрения, он тот же ларек. — Он имеет коммунальные услуги, да, он все и должен выплачивать, он должен выплачивать достойные зарплаты, вовремя покупать оборудование, новых технологий, обучаться. — Совершенно верно. — Обучать своих сотрудников, вот, здесь, конечно, государство сделало небольшие послабления, прямо скажу, да, например, налог на прибыль для медицинских организаций сейчас ноль, но это для крупных организаций, а вот для организаций малого бизнеса, там, как считается у нас, те, кто на упрощенной системе, ну, этого нуля нет, то есть это еще пока не решено, к сожалению, не знаю, будет ли вообще, да. — Есть какие-то послабления по муниципальным помещениям, вот, недавно мэр Москвы все-таки услышал, там, не государственное здравоохранение, образование, социальные виды помощи, вот, и сказал, что да, по муниципальным помещениям все-таки будет какая-то преференция для социального вида бизнеса, социального вида услуга. — То есть какие-то есть точки, но в целом, конечно, налоги на зарплату абсолютно безумные. — Ну, то есть изначально, да, я так понимаю, что мысль какая? Государство изначально должно дифференцировать. Вот есть палатка, ну, ларек, тот же самый, да, с чего мы начали, а есть, так сказать, частный бизнес, который имеет социальную направленность прежде всего, ну, медицина та же самая. — Да, я считаю, что есть в медицине, безусловно, чисто инвестиционные проекты, куда заходят инвесторы, чтобы купить и продать бизнес или там получить свою прибыль, но большинство таких проектов в мире — это все-таки по форме некоммерческое партнерство, которое все свои деньги реинвестирует в дальнейшее развитие, в развитие новых технологий, в повышение качества, да. И большинство предприятий, по крайней мере, вот в нашей ассоциации, оно именно этими… — Этим и занимается. — Ну, вот, по сути, люди такого склада. — Хорошо, давайте тогда немножко в историю с вами углубимся. — Ну, наверное, я так понимаю, водораздел происходит именно после того, когда распался Советский Союз, появилась Россия, появились новые экономические отношения, да, начался развиваться, в принципе, частный бизнес, появилась частная собственность. И здесь, наверное, да, можно говорить, в новейшей истории, собственно, и родилось частное здравоохранение, правильно я понимаю? — Ну да, можно сказать, что там первый закон, вот я смотрю, в 88-м год закон о кооперации был, да, потом в 93-м у нас было, мне кажется, изменение Конституции, там же было связано с этим законом, закон об основах охраны здоровья был принят, вот который недавно был изменен, да. — Да, и вот, ну, это позволило открывать первые негосударственные клиники. Это были небольшие кабинеты, кто-то пытался чуть больше, вот в этом году Центр эндохирургии трепсии Александр Семенович Бронштейн отпраздновал 20 лет, то есть это вот одна из первых частных крупнейших организаций. — 20 лет, это, получается, 93-й год у него, да? — Да, да, который тоже член нашей ассоциации, да, и вот очень приятно, что, ну, то место, где думают, в первую очередь, о качестве помощи, стараются все для этого делать. — Вот в этом смысле тоже очень интересно, если не так много времени осталось, но, тем не менее, давайте мы начнем эту тему, очень интересно. — Отличаются ли требования для, ну, будем так, да, я теперь понял, как надо называть государственные и негосударственные, да, медицинские какие-то предприятия, вот отличаются требования, да, к тем услугам или качеству услуг, которые представляют государственные, и тем, которые представляют негосударственные? — Вопрос в том, что формально, перед законом, все равны. — Безусловно, потому что у нас равенство форм собственной, соответственно, и требует государство одно и то же. То есть при лицензировании мы имеем все те же самые проблемы, что и государственные клиники. Но немножко, может быть... Проблемами что вы называете при лицензировании? Очень много требований, они постоянно меняются и довольно сложно их выполнять. Хотя, конечно, пытаемся изо всех сил. Но эти требования, они исключительно к профессии относятся? Или я знаю прекрасно, что лицензию получая, ты подтверждаешь не только себя как профессионала, но еще там, я не знаю, отвечаешь на вопросы пожарных, санэкспекций и так далее. Ну вы абсолютно правы. Это как для, не знаю, для открытия кафе. Все то же самое. Только с учетом еще нагрузки, что это медицина, соответственно, все эти дипломы, оборудования. Дополнительные, да-да-да, сертификаты. Конечно, здесь более эффективно было бы говорить о текущем контроле организации, которая имеет статус саморегулируемой. Например, вот ассоциация имеет такой статус. Ну, конечно, пока это заработает, все довольно сложно. Потому что добровольность. То есть в ваши ассоциации, ваши коллеги входят по принципу добровольности. Конечно, конечно. И если дальше говорить о том, как нас контролирует государство, мы, понимаете, практически не участвуем в программе государственных гарантий. То есть государство же за каждого, ну, москвича, жителя платит денежку. Ну, прямо скажем, денежку не очень маленькую. То есть несколько десятков тысяч рублей. Где-то вот в районе 20-25. Вот сейчас, если сложить все деньги ОМС, деньги то, что платит город Москва, доплачивает. Получается прилично. Вот. При этом частники, на самом деле, могут, вот по программе ДМС, которые, ну, некоторые организации... Добровольные министерства. Александр, я прошу прощения, сейчас мы с вами послушаем, ну, и все наши слушатели тоже, послушаем новости на Финам.фм, а потом продолжим. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Александр Грот, президент Ассоциации частных клиник Москвы. Мы обсуждаем тему медицинского бизнеса и частного здравоохранения в России. И подчеркиваю еще раз слово «частное». Вот с этого, собственно, подчеркивания мы и начали сегодняшнюю беседу. Частное здравоохранение, или, как правильно теперь говорить, я знаю, негосударственное здравоохранение отличается ли чем-то от государственного. Ну, и, естественно, мы с вами, как, так сказать, потенциальные, да, пользователи, потенциальные клиенты и того, и другого, естественно, всегда задумываемся, да, в какое медицинское предприятие обратиться за помощью, да, чем они отличаются. И вот, собственно, мы прервались, ушли на новости, когда Александр рассказывал о программе медицинского добровольного страхования, да, и негосударственные клиники, к сожалению, практически не участвуют в этой программе. Я правильно понял? Ну, к сожалению, да. То есть статистика такая, что, конечно, тенденция положительная. Все больше и больше клиник начинают участвовать. Безусловно, нормально идет самоотношение фонда федерального страхования. Но статистика неутешительная. То есть на порядка 35 тысяч 40 юрлиц по России, около тысячи, в этом году участвовали. В том году 600-700. По Москве цифра из 5 тысяч юрлиц с медицинскими лицензиями, ну, порядка нескольких десятков. То есть меньше одного процента. Вопрос, почему? Ну, объяснение такое, что, к сожалению, нас пока там не ждут. Хотя, хотя, я думаю, тенденция будет меняться. А что такое нас не ждут? Нас не ждут? Ну, скажем так, как выделяются деньги на поликлинике, да? То есть из года в год поликлиника получала определенную сумму. Значит... Это на уровне федерального бюджета распределяется или муниципального? На уровне федерального, дальше муниципального бюджета. И, скажем так, лишних денег нет. То есть, с одной стороны, государство ставит задачи по повышению зарплат политикам. С другой стороны, их надо учить. С другой стороны, надо здание ремонтировать. То есть, понятно, да, и деньги куда оприходовать всегда найдется, конечно. А расходов много. Много, естественно. И вот место частников здесь пока непонятно. Но это с одной стороны. А с другой стороны, что мы имеем? У нас доступность помощи, вот попасть в поликлинику, где-то, понятно, пусто, но где-то... Где-то очень густо. Довольно густо, да. И записаться сложно. И время мало выделяется. А мало времени, плюс бумаги, соответственно, качество, каким бы врач-звездой не был... Совершенно верно. Ему просто не остается времени. Очень сложно, да. И здесь, наверное, не густарсики могли, скажем так, поставить плечо. Вот взять какой-то сегмент, например, перечную помощь. То, где основная проблема, да. Где вот очередь, где сложно записаться, где... И могли бы на определенных условиях помочь пациенту, да. А пациент это мы все с вами. Конечно. Вот. И вот, например, в Санкт-Петербурге такие первые проекты уже реализовались. Проект связан с врачами общей практики, да. Вот. По-хорошему на такие проекты и в Москве. Я знаю, готовится такой проект. Вы говорите на определенных условиях. Вот что за условия? Вот условия... Самый вопрос в этих условиях, да. Как будет вот этот так называемый медицинский офис частное, негосударственное взаимодействие с государственной поликлиникой. Как будет формируется население, да. Как будут направляться пациенты. И, соответственно, в каких условиях это будет оплачиваться. И вот все вот эти точки надо как-то расшивать. Да. Да. Поскольку проектов фактически по пальцам посчитать в России, да. Вот опыта большого нет. С одной стороны законы, а с другой стороны практика. Она в каждом регионе своя складывается. Ну давайте так. Я предположу, что с точки зрения государства, наверное, включить вот в эту систему негосударственные учреждения было бы логично и было бы выгодно. Но я так понимаю, что не хватает денег просто, да, на негосударственные учреждения. Ну, наверное, в первую очередь не хватает политической воли. Мне так кажется, да. То есть это уровень, наверное, первого-второго лица. Высокий, да. В регионе они должны понять, что им это нужно. С одной стороны. Но с другой стороны должны быть люди, на которых можно опереться. Потому что отдать это, ну, скажем так, чистым, как в прямом смысле, коммерсантам. Совершенно верно, да. Вопросы есть тоже. Вопросы репутации. Вот здесь, мне кажется, важно привлекать общественные организации, саморегулируемые организации, организации с именем, кто давно на рынке работает, для выполнения таких проектов. У людей, когда есть, как говорится, что терять, есть репутация. Ну, наверное, они постараются справиться с такими проектами. Ну, то есть опять речь идет о том, что привлекаем, даже если вот есть ресурсы, да, выделенные ресурсы, мы привлекаем профессионалов прежде всего, а не желающих распилить просто эти деньги, как очень часто бывает. Это очень сложный вопрос, да, потому что, с одной стороны, есть законодательство о защите конкуренции, есть федеральная монопольная служба, есть куча ограничений, что все через торги электронные. С другой стороны, язык законодательства сейчас в партнерстве, да, но тоже выделение помещений на конкурсе происходит. И вот как здесь совместить репутацию и вот процедуру, и, ну, есть сложности. Сложности есть, я понял. Александр, вот еще такой вопрос у меня, если вернуться в историю, а в СССР в частности, да, я уж не говорю, мы не берем, там дореволюционную Россию, там были негосударственные, ну, или частные какие-то клиники, или все это считалось нелегитимным? Ну, насколько я помню, были хозрасчетные поликлиники, да. Ну, то есть аналогия такая. По стоматологии, да, где была касса, где люди платили деньги, вот. И они нормально, довольно успешно существовали. То есть они вразрез с социалистическим, что называется, хозяйствами не шли никак? Ну, это касалось вот отдельных секторов. Например, люди привыкли, что стоматология, там, традиционно, вот хозрасчетные поликлиники, да, она платная. Ну, как-то вот, хотя есть и госгарантии на стоматологию, особенно для определенных категорий. По-другим, люди как-то вот привыкли, что бесплатно. Ну, вот. Привыкли, да, до сих пор и пожинают, собственно, результаты этой привычки. Да, тут проблем-то очень много, потому что, приходя в государственную поликлинику, вот, особенно с 1 января этого года, когда принято постановление о платных медицинских услугах, в некоторых поликлиниках берут доплаты, да. В государственных, надо подчеркнуть, да. И при этом легально берут, потому что есть закон, который, постановление, который позволяет это делать. А мы когда, извините, в одном и том же помещении говорим, что, знаете, вот вы заплатите в кассу, а вот это вам входит по программе госгарантий, госгарантий, а еще некоторые любят благодарить врачей, вот. Ну, у нас так принято. Так принято, да. Это же, чтобы нам сказали... Это не воспринимается, наверное, никак, так сказать, неправильно просто, да. Ну, вот, этически все это создает очень такую не очень здоровую атмосферу и крайним доктором получается, да. Да. То есть он должен как-то так разрулить, чтобы пациент был, как бы, прав всегда, да. То есть ему было хорошо. Чтобы он остался доволен, да, чтобы он... Доволен, да. И разделить вот эти вот платные услуги, бесплатные услуги, все это объяснить, все это описать, запротоколировать и для прокурора, и для пациента, и для главврача. Ну, очевидно, все-таки это задача не врача, правильно? Он должен заниматься своим прямым делом, он должен лечить человека. А его делают каким-то менеджером непонятным, да, в конечном итоге. Ну, да, то есть вроде бы постановление-то вводилось с благой целью, и не хватает денег, чтобы как-то сами могли выживать эти организации. Но по факту получается, что среда-то плоха, и его, конечно, надо потихонечку отменять, прямо скажем. Ну, давайте так, вот вы знаете, что его надо отменять. Наверняка ваши коллеги тоже знают, что его надо отменять. Ну, я не очень уверен, что те, кто его писали, тоже уже знают, что его надо отменять. Как прийти к мысли, что нужно подкорректировать это дело? Должна быть инициатива. Чья инициатива? За последнее время были встречи в Минздраве с министром Вероникой Игоревной, и она подтвердила, да, что... Там тоже это понимают. Что есть такая проблема, да, что есть недовольство пациентов, пациентских организаций, и так продолжаться он долго не может. То есть надо это постановление отменять. Но, тем не менее, ВОЗ и ныне там. Я думаю, не совсем так. Не совсем так. Он движется все-таки, да, мало-мало он движется. Александр, есть звонок от нашего слушателя, давайте с ним пообщаемся. Виктор, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. День добрый, Александр. Вопрос немножко в продолжении темы, говорит, о советском отношении к бесплатной медицине. Да, пожалуйста. Вы немножко меня шокировали. Первая фраза говорит, что забота о здоровье граждан – это обязанность государства. Может быть, все-таки это обязанность самих граждан. Заботиться о своем здоровье, и это не будет провоцировать на такое живенческое настроение их. А у государства совершенно другие обязанности. Они обязаны обеспечить возможности для лечения для заболевших. Я понял, Виктор, вот у Александра есть реплика на этот счет. Спасибо за вопрос. Я соглашусь с вами, что, к сожалению, в каждом из нас есть некие ежедневенческие настроения. Попить пивка, не поплавать, не сходить в спортзал, поздно лечь, телевизор посмотреть. А если что-то заболело, я знаю, что я пойду в поликлинику, и там есть врач, и он меня бесплатно вылечит. Это, кстати, Виктор, я прошу прощения, я не отстаиваю свою позицию, но это действительно отголоски советского прошлого, наверное. Все хорошо, что самое, с весом, да, каждый понимает, что, наверное, лишний вес, лишний риск. Курение, алкоголь. Совершенно верно. Вот, и, конечно, вот то, что делается за последнее время, ну, все-таки делается, прямо скажем, да, там, ограничение, закон об ограничении курения, да, как его сложно он шел. Ну, все-таки... Все-таки принес курение, да. Там повышение цен на алкоголь. Ну, там есть плюсы, минусы, куча там вопросов. Ну, все-таки тенденция обозначена, да, некая. Вот, то есть это дает некий сигнал нам, что, наверное, это плохо, да. То есть не надо водкой заливаться, особенно некачественной. Безусловно, человек должен сам о себе заботиться. Ну, это очевидно, но, тем не менее, я все-таки к этой теме вернусь. Да, я должен заботиться прежде всего о своем здоровье, но бывают ситуации такие, когда человек попадает, да, в такое положение, что некому, да, и сам он не в силах, и, так сказать, близкие не могут о нем заботиться. Ну, он же не может в этой ситуации остаться один на один, да. В любом случае, есть государство, в котором он живет, и тогда наверняка он сможет каким-то образом его поддержать. Правильно я понимаю? Ну, с законодательной точки зрения обстоит так, что у нас есть объем государственной гарантии, по которых государство должно указать бесплатную медицинскую помощь. Вот. И вот... Причем, наверное, даже, может, в каких-то определенных пределах, но, тем не менее, эта помощь, да, какая-то минимальная, она в любом случае гарантирована. Она не минимальная. Она даже не минимальная. Вот об этом. Ну, мне кажется, что было бы правильнее, честнее и как-то государство проявит большую заботу, если оно четко выполнит то, что продекларировало. Да, это будет понятно каждому, да, по-честному. Да. Просто, понятно, открыто эту программу, не знаю, на понятном языке всем, в доступном месте она должна быть размещена там картинками, я не знаю, как угодно, да. Ну, то есть необязательно ввешивать стостраничные документы, ну, не каждый его прочитает, не каждый его поймет, да. Это должно быть просто, понятно, доступно везде, где нужно расположено, на двери кабинета, я не знаю, там, ну, в общем. И при этом это четко должно выполняться, да. Все остальное, ну, это уже вопрос некой политической воли, либо за дополнительную плату через добровольное ценное страхование, либо за наличный расчет. Это, возможно, для каких-то определенных категорий граждан. Но должна быть четкость, понятность и прозрачность для каждого человека. Ну, можно сказать, что сейчас нет, ну, стопроцентных или, там, высокой этой самой четкости, понятности и прозрачности. Вот сейчас ее нет пока еще. Ну, к сожалению, если смотреть опросы удовлетворенностью населения в состоянии здравоохранения, они не часто публикуются, но они есть, к сожалению, довольно много не удовлетворено. Можно посмотреть, Левада центр делала такие опросы. Ну, значит, есть куда расти, есть куда двигаться, да, все правильно, все правильно. Значит, сейчас еще раз у нас новости, уважаемые слушатели, Юрий на линии сейчас, Юрий, вы, если можно, подождите, мы после новостей с вами обязательно пообщаемся. Друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы говорим на тему медицинского бизнеса и частного, то есть негосударственного здравоохранения в России. У меня в гостях Александр Грот, президент Ассоциации частных клиник Москвы. Есть у нас звонок, давайте пообщаемся с нашим слушателем. Юрий, добрый день, вы на линии, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот очень удачно вы привели тут пример борьбы против собакокурения и алкоголизма. Вот, но дело-то все в том, что истинная цель у этого проекта борьбы с алкоголизмом была совсем другая. Заключалась она в том, чтобы сделать жирных котов еще более жирными. Это я имею ввиду сети и производители. Вы, например, знаете, что сейчас, с этого года, производители водки и пива получают госпомощь. Вот. А цель-то была хорошая и здравая. Типа, как бы мы будем... То есть вы хотите, что одна задача закрывается, прикрывается другой, да? То есть мы как бы декларируем благие намерения, а сами решаем свои там какие-то локальные задачи. Я делаю все специально. Специально. В армии есть такой термин, называется отвлекающий маневр. Когда идет борьба с врагом, основная цель его замотать, дезинформировать, отвлекающими маневрами. Плохо просто ощущать себя врагом. Да, да, да. Не об этом хотел сказать. Я бы здесь рассмотрел три вопроса одновременно. Давайте. И только тогда появляется именно истинный замысел, а не отвлекающий маневр. Это три вопроса. Материнский капитал, реформа образования и реформа здравоохранения. К чему это все приводит? Материнский капитал явился хорошим стимулом для малоимущих людей делать второго ребенка. Согласны со мной? Да, конечно. Для имущих это и так. Если он намечался, он и так как бы был бы. Теперь мы реформой здравоохранения не даем возможность малоимущим получить достойное образование. Ой, реформа образования. Образование, да, да, нормально. А реформой здравоохранения мы не даем ему возможность получить хорошую медицину. И что у нас получается? Получается парадокс, да? Получается, что дети рождаются, а дальше, собственно... Дети рождаются, плохо учатся, работают, грубо говоря, на олигархов, на полотную не ходят. И быстро помирают, нет дефицита пенсионного бонда. Ну, все логично. Вы стратег, Юрий, я вам хочу сказать. Вот такая у меня жизнь. Я понял. Спасибо, спасибо огромное за звонок вам. Спасибо. Ну, я могу прокомментировать. Юрий, во многом вы правы насчет закона, связанного с алкоголем. Безусловно, там малый бизнес страдает. Малый бизнес, в смысле, какой бизнес? Мелкая розница. Он сказал, что сети выигрывают. Там очень много вопросов. Нет, я так понимаю, основная мысль, Юрий, в том, что подобные, вроде бы, благие намерения, а ими, как известно, понятно, куда выслан путь. То есть решается не задача сохранения здоровья населения тем, что подобные вещи, а наоборот, просто большие тузы, свои подковерные игры какие-то. Много в этом истины. Могу сказать так, что задача государства проверить заботу о каждом из нас. А, безусловно, мы понимаем, что если в семье родители хорошо заботятся о своих детях, любят их искренне, наверное, дети также будут любить искренне своих детей и будут более-менее достойно себя вести. Это очевидно. Очевидно, да. Вот если рассмотреть заботу о материях, материнский капитал, то, конечно, страна на грани вымирания, прямо скажем. Идет активное замещение мигрантами. Все мы это видим. И, ну, больно, больно, да, если не будет в семье трех детей, а лучше четырех. То есть можно сказать иначе тогда, что вот этот материнский капитал, он помогает решать демократическую проблему, демократические ямы. Идея, правильно, там тоже много вопросов. У меня много знакомых получало их. Сложно. И что касается образования, я опущу, что касается здравоохранения, чтобы не растекаться. Да, здесь также проявляя заботу о людях искренне, да, например, о работниках, да, мы что получаем? Повышение производительства труда мы получаем, да. Понятно, что надо заниматься новыми технологиями, но забота, она ведет к лучшей работе. Вот такая идея, смотрите, смотрим, одни из лучших систем здравоохранения по индексу, там, значит, Франция, Италия, Япония, США, Швейцария. Это странность наибольшей производительства труда. Ну, кто-то скажет, они больше тратят. Да, они больше тратят, у них, да, технический прогресс достаточно давно шагает, много. Тут много, много всего можно, да. Да, но это странно, с наибольшей, как бы лучше по качеству и с наибольшей производительностью. И продолжительность жизни, наверняка, здесь имеет значение, правильно? Да, да, поэтому надо искренне заботиться о своих людях, безусловно. Ну, и да, это все-таки неоднозначная такая достаточно история, да? Хорошо, давайте продолжим разговор. Значит, если не возражаете, мы с вами вот сейчас что обсудим. Вновь я предложу такой, ну, как мне кажется, достаточно стандартный обывательский взгляд. Вот я как потенциальный пациент, да, ну, и неважно, там, зуб у меня заболел, да, какая-то травма. Я, наверное, в какой-то момент нахожусь перед выбором, куда мне обратиться. В поликлинику по месту жительства, да, соответственно, в государственное медицинское учреждение. Но сразу же задаю себе массу вопросов. Ну, дело даже не в том, что она там далеко или не очень далеко. Мне придется стоять в очереди, да, там наверняка не очень комфортно, там наверняка устаревшее медицинское оборудование. Ну, я говорю наверняка, но в кавычках, конечно, всякое бывает, да. Не везде. Не везде, безусловно, безусловно. И тем не менее, вот я, так сказать, тем не менее пытаюсь такой обывательский взгляд все-таки изложить, да. Там, может быть, не самая лучшая услуга медицинская будет именно в поликлинике, да, что называется, по месту жительства. И другой вектор. Пойду я в негосударственную, да, в частную, в негосударственную. Там оборудование, там, значит, специалисты, там красиво, светло, кондиционер. Но опять же, не везде. Не везде, не везде. Конечно, конечно. Здесь мы не говорим огульно, да, что это так. Ну, тем не менее, вот такая точка зрения присутствует. Ну, там будет это все гораздо дороже мне, да, и в конечном итоге выбор. Зачем выбор? Мне кажется, вот что я вижу в последнее время, да, и я этим занимаюсь, и мои знакомые, обращаются родственники, знакомые, говорят, помоги, такая-то проблема, помоги. Мы фактически выступаем некими доверенными врачами, в хорошем смысле этого слова. То есть вы рекомендуете кого-то, да? Мы рекомендуем и отвечаем одновременно, да. То есть мы запрашиваем информацию, там, какие обследования, чего как, дальше думаем, куда направить, как там встретить, какие условия, где-то за деньги, где-то не за деньги. Что дальше потом делать, да? Вот, и хотя я недоверенный врач, поймите правильно, и много таких людей. Вот ушли вот эти люди, да, которые раньше были участковыми врачами, да, и несли ответственность за направление в больницу, там, в сационар, в клининг-диагностический центр. — Ушли они по какой-то причине? Ушли, потому что они уже, возраст такой у них, или просто это результат как раз реформы здравоохранения? — Много составляющих, я не буду комментировать. — Ну, по факту нет сейчас, участкового врача сейчас нет. — Они есть, да, но они выполняют не совсем эту функцию до конца, да? — У них, может, не совсем то образование, не совсем столько им времени, оплата, ну, не совсем те задачи ставятся им, вот. И вот, мне кажется, именно вот эти доверенные врачи, которые будут нести ответственность, да, и, как бы, распределять пациента туда-туда-туда, вот они сейчас нужны. И вот здесь, мне кажется, так называемые доверенные врачи, врачи общей практики, они бы очень, как бы, сыграли бы правильную и нужную роль, да? При этом этим врачам нужно оплачивать, скажем так, не по факту, насколько он налечил, да, а давать некую сумму на пациента, чтобы он нес за него ответственность, да? Если у него, извините, пациент, он его пролечил, он все для него сделал, сделал профилактику, пригласил на профилактический осмотр, да, и он, поэтому, стал меньше болеть, ну, там, это на тысячи человек, на две, на три, на тысячи, значит, его как-то надо за это примеровать, ну, не только морально, но какой-то денежкой. А эту денежку он может потратить на дополнительное обучение, на там, какое-то дополнительное оборудование, то есть вот, вот этот наш опыт земского врача, который был еще, вспомним, Антон Павлович Чехов, да, вот, мне кажется, к нему надо вернуться, это то лучшее в России, что было, если мы вспомним, да, вот, это вот один из путей сейчас. То есть это вот тот самый, да, ну, наверное, не очень правильно сравнить его с семейным врачом, но это тот самый врач, который, это семейный же, да, который ближе всего, да? Которому верят, скажем так, да, вот, при этом, вот говоря, государственные, частные, с чего мы начали, что, по сути, часть организации должны быть не государственные, и они должны, возможно, сработать как не государственные, не коммерческие, не коммерческие. И некоммерческие, да. И какие-то организации должны быть с участием государства, но и с участием инвесторов, да? Частного капитала. Частного капитала, да, так называемый государственное частное партнерство. Пока идет очень сложно, да, фактически единичные проекты по медицине, при этом в России, при этом в мире это, может быть, второе, третье место после дорог и что-то еще там, школы, больницы. Очень многие строятся. Частные инвесторы и государственные участия. То есть государство оставляет контроль, да, поскольку инвестирует, с одной стороны, не инвестирует, а платит потом за услуги, да, но при этом... Отвечает при этом, да, отвечает, да, но при этом и есть, так называемая, свежая кровь, интерес инвестора некий, да, вот. Так вот у нас, я так понимаю, со скрипом, это у нас с трудом. Совсем с трудом. Да, причина в чем? Вот в том самом пресловутом монополизме государственном, да? Ну, наверное, да, в неком пока отсутствии такой политической воли. С одной стороны, она вроде продекларирована уже, но пока еще не вот дошла до тех уровней. Вот. И, то есть, если, например, 2-3 года назад, разговаривая с любым сотрудником Министерства здравоохранения, чиновником, ну, открыто говорили, да, эксперты многие, что, ну, государственные организации, ну, это 98-99 процентов, а частные 1-2. Да. Когда мы смотрим... Это сколько лет назад было? Ну, может быть, 2-3 года. 2-3 года, да. А сейчас, когда мы смотрим статистику по деньгам, которые вот идут в государственное здравоохранение и в негосударственное, да, вот все деньги, вот мы с вами платим врачу, там, благодарим его, там, платим в кассу, там, и так далее. Все это, если сложить, то примерно 50 на 50. Да вы что? Скажу вам так, да. Серьезно? Да, да. И в больших городах это, наверное, уже даже больше. В сторону негосударственных. В сторону негосударственных, да. То есть есть такая статистика, она, может быть, не очень сложная такая, но можно говорить о том, что... Ну, очевидно, сдвиг-то произошел, 1% и 50%. Поэтому сегодня пациент уже выбирает рублем негосударственные клиники, да. Поэтому, наверное, государству пора обратить внимание. Вот, кстати, да. И обратиться за помощью. Совершенно за помощью, да. Прийти, да, с протянутой рукой. Смотрите, ну, рынок есть рынок, собственно, да, и даже если это касается услуг здравоохранения, все равно диктует, то он действительно пришел пациент и выбрал рублем качество, выбрал, я не знаю, там, да, отсутствие очереди, ну, и так далее, и тому подобное. И вполне очевидно, да, что государственное предприятие, оно озабочено должно быть этой конкуренцией. Такого не происходит? А вот, к сожалению, пока конкуренции на рынке нет, так я называю вялый монополизм. Вялый монополизм. То есть государство пока дает все оборудование, а государство само инвестирует, само содержит эти медучреждения, само платит зарплату и само туда же, там же заказывает медицинскую услугу. То есть фактически... Само там и лечится. Вся почва, да, для того, чтобы, ну, как бы, неэффективно оно было, да, при этом врач тут ни при чем. Врач ни при чем. Просто система создана так, что это неэффективность в квадрате, да, то есть вот говоря, допустим, по Москве, сколько денежек можно там лечить по ДМС, по ДМС это можно человека пролечить там за 10 тысяч рублей, или за 15, может за 20, а государство, извините, еще сверху выделяет. На каждого человека. При этом человек может и не обращаться, мы же понимаем, да, кто-то из нас не обращается, это вот степень неэффективности, да, то есть... Я понял, я понял, хорошо, значит, еще раз сейчас новости на Финал ФМ и слушаем, и потом продолжим разговор, продолжим разговор. Итак, друзья, последняя, последняя, к сожалению, часть нашей беседы мы заканчиваем уже, ну, через 12 минут, и тем не менее, заканчиваем разговор на тему медицинский бизнес и негосударства здравоохранения в России. У меня в гостях Александр Грот, президент Ассоциации частных клиник Москвы. Ну, и еще достаточное количество у нас вопросов необсужденных. Я, если позволить, Александр, вот с какой точки зрения хотел бы сейчас поговорить. Ну, поговорить с точки зрения врача, врача. Вот есть врач, квалифицированный, получивший образование, наверняка имеющий какую-то практику, и в конечном итоге он выбирает место. Ну, можно вспомнить известную, наверное, истину, да, что человек ищет там, где лучше, да, поскольку рыбка там, где глубже. Вот где ему будет лучше, в негосударственной или в государственной? И по каким критериям вообще он ищет это место? Ответить? Тут очень важен вопрос этики, да, потому что всю жизнь медики и учителя, врачи, это были, ну, некие люди, которые, ну, скажем так, врачуют, лечат. Совершенно верно, нет, 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 это абсолютно верно, да, здесь, да, просто, как бы, такая, сейчас я сформулирую, такая банальная, да, страсть наживы, она здесь ничего не решает, да, на первом месте стоит всегда вот некий морально-нравственный аспект. Ну, да, то есть, если ты занимаешься чистым бизнесом, а не занимаешься то, с чем ты должен заниматься, врачевать. Совершенно верно. Да, и причем ты должен врачевать не только тело, но и душу, да, да, то есть, тут же врач, я читал записки в свое время, еще в 19 веке, о том, в какую ситуацию попадает выпускник после института, да, он, с одной стороны, обладает огромное количество знаний, но знание ему не всегда помогает, да, потому что нет опыта, да, и дальше он либо начинает врать сам себе, либо немножко начинает сходить с ума, и только вот гении, которые обладают хорошей интуицией, имеют связь с Богом, вот, могут все это, как бы, почувствовать сердцем, они реально начинают врачевать, вот, поэтому врач очень сложная профессия. То есть, врач ремесленником по определению быть не может, ведь правильно я понимаю? Некоторые виды профессий более ремесленные, но все равно это все-таки некое творчество, связанное с большим развитием интуиции, опыта, вот, поэтому, к сожалению, вот, этическая сторона у нас немножко упала, ввиду того, что не давали четких ориентиров. Немножко упала, я бы уж так поправил. И сейчас имеем что, что врач, по сути, часто же совмещает, он работает в государственном и в частном, и зачастую это тот же самый врач, он в государственных в одних условиях сложных, и в частных он тоже переносит все проблемы, платности, бесплатности, маленькое время на прием. Поэтому, государство с этим пытается бороться. Ну, то есть, государство в данном случае, ну, может быть, опять не очень корректно это прозвучит, но давайте, ладно, не будем виноватых сейчас пока искать. То есть, врач очень часто в такой ситуации, что он вынужден зарабатывать, просто тупо зарабатывать, да, ему некогда думать вот о том, с чем вы начали этот разговор. Ну, низкий оклад, скажем так, в Москве, ну, все-таки, ну, более-менее платят, да, в регионах. Иногда ситуация просто ахово-катастрофическая, да, дети, семья, ну, а что делать? Да, да. К сожалению, конечно, это не выход. То есть, врач, который остается вот в регионе, да, имея, так сказать, материальную вот такую достаточно сложную ситуацию, врач при этом остается врачом с большой буквы, это вот единицы, наверное, да? Нет, очень многие остаются, но, я говорю, врач в очень тяжелой ситуации, оказывается, с эстетической точки зрения. Ну, и в конечном итоге вот этот самый врач, он перед выбором стоит, пойти в государственную, пойти в негосударственную. Зачастую совмещают. Совмещают, да? Конечно. Ну, благо, есть такая возможность все же. Да? Никто не препятствует, хотя ведь могли сделать и так, да? Если даже вспоминать, ну, может быть, некую аналогию провести с учителями, которым в какой-то момент запрещали совместительство, да, там, у них есть жесткая сетка, вот, они должны были ее отрабатывать. Вот. То есть сейчас у врача все-таки есть такая возможность. Ну, я говорю, мне кажется, здесь вот моя идея такая, что для, скажем так, уменьшения монополизма, для некое создание свежего воздуха, да, вот в этой среде, чтобы была конкуренция за пациента. Чтобы пациент выбирал рублем, куда ему пойти. Вот если эта ситуация истинно будет работать, то мы сразу получим повышение качества, повышение этики, да, огромный стимул системы вот дополнительного образования, повышение квалификации врачей сейчас, ну, никуда не годится, прямо скажем, официальная система, да. И все это начнет быстрее много развиваться, быстрее начнут появляться новые технологии, да, потому что вот такая идея, что, ну, либо протекционизм, что сейчас делается в государстве, закупается, много-много оборудования, программа модернизации, да, оборудование устарело, его надо менять. Но к этому оборудованию нужен техник, обученный врач, реактивы, смежные технологии, IT, ну, в общем, огромный комплекс, и зачастую оно неэффективно используется. То есть, ну, или элементарно, да, галочку поставили, вот мы закупили, поставили его в чулан, да, закрыли дверь, и вот, если что, у нас есть. Много я таких, к сожалению, приборов видел, да. В частной клинике так тоже происходит, безусловно, не все оборудование, может быть, столь эффективно используется, но за него, как бы, отвечает рублем собственник инвестор. Конечно, и он будет сам смотреть, а зачем я это купил, зачем мне столько денег потратить, если оно стоит и пылится здесь. Если он ошибся с оборудованием, он его поменяет и купит новое. Он быстрее поедет на выставку, обучится, привезет специалиста. Совершенно верно, найдет, поставит его. Это пойдет через систему госзакупок, понимаете, это вот, кто-то примет решение. То есть, в данном случае, не государственный, гораздо эффективнее, вот с этой точки зрения, гораздо эффективнее подход. В любом секторе, и здравоохранение тут не исключение, если мы хотим, чтобы отрасль здравоохранения была не только социальной, но и, в том числе, неким локомотивом, возможно, да, учитывая весь наш опыт врачебный, то, конечно, нужно здесь вот эти элементы конкуренции разрешать. И вот, мне кажется, здесь очень важно, чтобы наш министерство здравоохранения, в том числе министр, продекларировали некую позицию по отношению к государственному здравоохранению, некую декларацию, может быть, некую программную статью. Где место? Потому что, вот интересная была такая идея, встречался на собрании Национальной медицинской палаты с Леонидом Михайловичем Рашалем, были регионы, более 50 регионов. И задали вопрос, а вот если Минздрава не будет завтра, мы, говорит, что, исчезнем? И все заслуженные хирурги, профессор, сказали, да нет, не государственные, да, ничего с нами не будет, мы будем так же работать. То есть, другими словами, они не ощущают сейчас, да, на себе никакого влияния министерства? Частникам нужен на сегодня министерство, контролирующие органы, а может быть, нужно наоборот, вот государству, не государственное здравоохранение, и продекларировать позицию, и те вещи, которые, ну, сложные, где есть проблемы, попросить помощи, да, ну, структурировано. Мне кажется, это вот, в этой ситуации выиграют все. А я правильно понимаю, что сейчас позиции, в принципе, или какой-то внятной позиции у министерства вообще нет по этому поводу? Ну, разговоры есть, что да, нужно развивать сейчас партнерство, надо развивать инвестиции. Но здесь надо вот от сказанного до некой концепции, описанной, продуманной, всеми принятой, ну, пройти некий путь. И, в общем, надо это делать. Надо это делать, естественно. Александр, еще один вопрос. Вот вы затронули тему повышения квалификации, что, насколько я понял, да, это достаточно болезненная сейчас история, да, в России. А если вообще говорить о медицинском образовании, оно сильно отличается сейчас, эффективность его, востребованность его у молодежи от того, что было в советское время. Я прекрасно помню это, что, да, многие мои однокурсники, одноклассники стремились, старались, да, поступить, значит, в университет, да, чтобы овладеть профессией врача, потому что это было престижно, это было престижно. Сейчас боюсь, что ситуация... Ну, я думаю, те люди, которые этически в силу призвания к этому склонны, хотят этим заниматься, они все равно идут заниматься. Ну, таких все-таки единицы, наверное, да, ну, или меньшинство. Я думаю, осталось вопрос именно, к сожалению, в качестве системы образования, то, что, во-первых, оно во многом сейчас платное, да, официально, неофициально, там, за экзамены, официально, неофициально, ну, есть такие проблемы, да. Все это, конечно, рождает сложные этические проблемы, да, то есть пока студент доживает до интернатуры, ординатуры. Да, система сейчас реформируется, и с этого министр, вот, вернее, с этого и начала, безусловно, это абсолютно правильно. Но здесь мне тоже, кажется, нужно разрешать и стимулировать некие негосударственные вузы создавать, чтобы некая была конкуренция. Безусловно, принцип государственного партнерства с своими аккредитациями, лицензированиями, не вопрос. Но по поводу негосударственных вузов, все-таки, вот, последние события показывают, что они в подавляющем случае неэффективны. А здесь, наверное, будет выбирать уже, скажем так, заказчик, клиника, организация частная, негосударственная, если специалист соответствует, устраивает, значит, они будут его брать. А если специалист ничего себе не представляет, он никому не нужен. То есть в конечном итоге это негосударственное образовательное учреждение, оно, так сказать, в боже и почти. Думаю себе, да, потому что сегодня, вот я думаю, там, растут дети, родственники, где обучаться. И очень многие едут за границу, получают медицинское образование, при этом понимая, что его довольно сложно сейчас сконвертировать здесь. Но лучше иметь... А там оно однозначно платное, да? Однозначно платное. Ну, в большинстве стран. В большинстве стран. Я не беру Францию, где это возможно, какие-то другие страны, гранты, возможно. Вот. Ну, это надо делать, потому что сегодня, еще говоря о повышении квалификации, вот многие врачи, ну, каждый месяц куда-то ездят за свои деньги, за деньги предприятий, что-то изучают, читают. Вот. А система, которая сейчас есть, она реформируется. Но она, к сожалению, раз в пять лет сдать некий экзамен, прослушать курсы, она неэффективна. Вот. Конечно, сейчас идет 7 баллов набора вот за эти лекции, западная система. Она, наверное, правильная. Вот, конечно. То есть, опять можно сказать, что движение какое-то есть, но, может быть, не очень быстрое, да? Ну, наверное, нельзя хотеть всего и сразу. И суета, все-таки, она от лукавого, надо правильно понимать, да? Ну, осилит идущий, надо просто идти. Я согласен. Бусквально два слова, Александр, уже в конце нашего эфира. На ваш взгляд, насколько перспективно вообще негосударственное здравоохранение в России, да? Что ждет его в ближайшем будущем, как вы думаете? Мое мнение, что есть несколько путей. Мы их рассматривали на форсайтах исследованиях различных. Вернее, даже несколько путей. Если государство все-таки обратится, продекларирует свою позицию, скажет, да, что нам нужно в таких-то таких секторах, в частности государственного здравоохранения, оно будет развиваться более активно, чем сейчас. Если нет, оно будет в некой стагнации, спокойной, оно не исчезнет, спрос на него есть. Вот. И еще один вариант такой, что государство будет, это первые два варианта, что, ну, государство ограниченное ресурс. Если у государства не ограниченное количество денег, и оно может там вкладывать и вкладывать, ну, наверное, там, оно, государство здравоохранение будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Да нет. Все равно какой-то спрос на него останется, поскольку даже в Советском Союзе был спрос. Спасибо огромное. Александр Грод, президент Ассоциации частных клиник Москвы, был сегодня в гостях бизнес-класс. Уважаемый слушатель, спасибо за внимание. До свидания.